В Новосибирском зоопарке появятся жирафы, дельфины и кинотеатр. О планах на ближайшее время и перспективах сегодня рассказал журналистом директор Ростислав Шилов. С наступлением весны строительство в Новосибирском зоопарке идет ударными темпами. На здании дельфинария уже установили купол, внутри смонтировали бассейн глубиной 5,5 метра. Амфитеатр рассчитан на 650 мест. Уже в следующем году здесь будут давать представления черноморские дельфины и морские котики. Рядом с дельфинарием на завершающем этапе строительства зимники для теплолюбивых животных. Этот зимний павильон для мелких обезьян и пингвинов. Новые объекты сегодня презентует директор зоопарка Ростислав Шила. Здание сдадут в эксплуатацию в декабре и тут же приступят к строительству вольера для жирафов. Африканских животных в Сибирь привезут по программе международного обмена, по которой накануне в Японию уехала любимица новосибирцев, годовала медведица Шилка. Накануне сотрудники Россельхознадзора загрузили медведицу в специальный ящик и отправили самолетом в дальний путь. Новосибирск, Москва, Токио. Переезд не афишировали работники зоопарка, как они сами говорят, суеверные. Все скажем вам. Вот прошилку, покажите. Вот это Осака, город. Это вольер для белых медведей. Вот так выглядит японский павильон в Осака, где и будет проживать любимица новосибирцев. Директор пообещал поделиться фотографиями Шилки на новом месте с общественностью. Только за последний год 45 новосибирских животных поменяли место жительства. Именно благодаря такому обмену новосибирский зоопарк на лидирующих позициях в мире. Я могу сказать, что это зоопарк, что по категории он считается лучшим у нас в России. Из 25 лучших зоопарков мира он занимает 16 место. Этим можно гордиться. Чтобы поддерживать такой статус, главное не останавливаться в развитии. В ближайшее время в зоопарке, помимо всего, появится и кинотеатр, где посетители смогут смотреть фильмы о природе и животных. Елена Подкорытова, Евгений Агеев, Новости ОТС.